как умывались кочевники на днях начал читать роман сегун джона клавела если вкратце о сюжете то это про начало 17 века голландское судно терпит крушение у берегов японии главный герой англичанин выживает и попадает в плен чтобы выжить в чужой стране он изучает ее язык и обычаи в книге прекрасно описывается столкновение двух разных цивилизаций европейской и азиатской например когда японцы решили искупать главного героя не выдержав его вони он яростно сопротивлялся так как думал что они специальные вымоют чтобы он после простудившись умер в своих мыслях он вспоминает что в европе даже представители высшего сословия мылись только два раза в жизни при рождении и смерти помимо личной гигиены он был потрясен чистоту японских городов когда так в те же дни на улице лондона утопали в грязи и фекалиях людей так как из-за отсутствия канализации люди выкидывали сока на улице остатки своих отходов что самое забавное при всей наглядности разницы в культуре главный герой считал японцев дикарями ну так вот сейчас я расскажу самое интересное невольно вспомнилось да вот как умывались кочевники доктор исторических наук нуртазина назира пишет как у всех элементарно цивилизованных народов казахской традиции были оговорены все нормы туалетного этикета для отправления естественных потребностей казах с кумганом в руки в руках удалялся специально отведенная недоступная взору людей отдаленное место на окраинах аула плащи навраги возле стационарных кыста уделали выгребные ямы ну кочевники шкачи как но переезжает с места на место получается у них эти ямы меняются а россия никуда не приезжают и они никуда не выходили из хата они вот справляли нужду там же где и спали на солома потом через какое-то время это слово вынимали как это какое-то время что если пописишь раз то они два дня не будет вонять что затем он очищался от на жизнь нечистоты из к экскрементов арабские наджа с помощью песка или сухой глины и воды эксперимента нужно было закопать засыпать землей и не оставлять открытыми затем отойдя подальше возле ручья и так далее он моет по особым правилам руки до локтей лицо уши даже ступни ног до щеколоток полощадь рот и горло в казахском языке издавна существует словосочетание дэр дэрет алу алу в смысле совершения омовения для ежедневного туалета использовали медные кувшины кумганы которые были в каждом доме также казахи всегда использовали мыло я даже никогда не слышал что россиян были мыло московитов московит у вас не было мыло никакого сабын или варили сами или покупали готовые насчет купаний всегда поблизости от ковчевни кочевий были речки и озера летом кочевники вдоволь купались в природных бассейнах а в зимнее время казахи могли растопить снег за пополняя запасы воды также были переносные бани в юртах кто-то меня конечно поразило переносные бани в юртах помимо этого в степи была развитая сеть колодцев кудык степные колодцы кудык это вообще отдельная тема кочевники евразии по протяжении тысячелетней истории были оставались прекрасными строителями колодцев некоторые из них поражали глубиной десятки метров стены были вымощены камнями